Теперь красноармейским коммунальщикам работать будет гораздо проще. На деньги из федерального бюджета была закуплена новая техника. Ознакомился с новинками депутат Госдумы Николай Панков. Тракторист Дмитрий Боболев осматривает свой новый газонокосильщик. Раньше коммунальщикам красноармейского траву приходилось убирать руками. Теперь, говорит Дмитрий, будет намного легче. Управление легкий. То, что он заедет на любой газон, и то, что наши русские небольшие. Управляем их легче. Но пойдет. Работать можно. В свое время красноармейские коммунальщики обратились с этой проблемой к вице-премьеру Вячеславу Володину. Теперь в районном центре есть современная техника. Всего на деньги из федерального бюджета МУП «Коммунальное благоустройство» закупило два трактора. Осмотреть новинки приехал депутат Государственной Думы Николай Панков. Для нас главное, вот общаясь с коллективом, я эту мысль доносил, для нас главное, чтобы это приобретение ли техники, улучшение ли условий работы, или что-то в конечном счете, как это повлияет на конкретного человека, жителя того или иного района, или в частности города Красноармейска. Будут ли облегчить ли это условия работы. От этого у них уменьшатся платежи, числения по жилищно-коммунальным, по закоммунальные услуги. Вот это мы ставим во главу. Приоритет всегда человек. Здесь же депутат встретился с рабочими предприятий. Они рассказали Николаю Панкову о своих проблемах. Главное из них – отсутствие жилья. Госдеп попросил разобраться с этим вопросом главу Красноармейского района. Вот федеральные деньги выделили. Кто-то это жилье получит. Ну, просто мы смогли по этой программе привлечь ветхое, аварийное. Но, может быть, за счет освобождающейся лифон, или какие-то вещи, ведь область все равно должна тратить на жилье, на застройку. Может быть, сюда направлять, как пропорционально, может быть. Глава района Андрей Козлов пообещал, что уже в следующем году часть муниципальных квартир будет отдана работникам жилищно-коммунальной сферы. Сергей Пономарев, Алексей Новиков, Александр Шуб, Вести, Саратов.